С вами Рик Реннер. Я стою рядом с базиликой святого Иоанна на окраине древнего Ефеса, и это очень важное место. Здесь на протяжении нескольких десятилетий жил апостол Иоанн. Он приехал сюда с матерью Иисуса, Марией, в то время, когда попечение о церквях в Асии осуществлял апостол Павел. И после смерти Павла церквям был нужен новый попечитель. И это служение взял на себя Иоанн, став новым епископом или попечителем, он стал наставником для церкви в Асии. И свое Евангелие, а также первое, второе и третье послания Иоанна были написаны здесь, в Ефесе. Здесь же его арестовали. Отсюда его отправили в ссылку на остров Патмос, где он провел примерно 18 месяцев на Патмосе, в пещере, которую потом назвали Пещерой Откровения. Именно в ту пещеру однажды вошел Иисус и передал Иоанну Великое Откровение. Когда Иоанну было уже 90, наконец, умер Домициан, император Домициан. Иоанн его пережил, и он вернулся в Ефес, в это место, и провел здесь оставшиеся годы жизни. И после смерти Иоанна похоронили здесь. Память о нем, в четвертом столетии, здесь, на этом же месте, была возведена базилика. В трудах отцов церкви написано, что эта церковь была построена на месте захоронения Иоанна. Замечательное предание, замечательная история. Именно Иоанну принадлежат слова, записанные в Евангелии от Иоанна 1, 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанн получил откровение о том, что тьма не в состоянии потушить Божий свет. На самом деле, это выражение «тьма не объяла его» означает следующее. Глагол «объяла» — греческое слово «каталамбана» означает «побеждать», «покорять», «останавливать», «збивать». Это все равно, что сказать «свет во тьме светил», но у тьмы не было силы победить его. Иоанн стал живым свидетелем и свидетельством того, что в нас живет тот, кто сильнее того, кто в этом мире. Иоанн — пример служителя, который выполнил Божье поручение. Принял поручение, остался верен, несмотря на неожиданные нападения. Он вернулся домой и завершил все, что поручил ему Бог. Этого же Бог ожидает и от вас. Бог хочет, чтобы вы полностью завершили Его поручение. Об этом мы сегодня будем говорить. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Ну вот мы снова вместе. Сегодня мы начинаем новый цикл. Это замечательно. Мы исследуем послание Христа семи церквям из книги Откровения. Эти обращения записаны во второй и третий главах книги Откровения. Но перед второй главой идет первая, которую мы для начала рассмотрим сегодня. А в следующий раз рассмотрим вторую главу. Будет очень познавательно, будет интересно. В каждой передаче вам понадобится Библия, блокнот, ручка. Вы услышите много информации и получите Откровение. Напомню, что мы предлагаем вам мой цикл «Послание Иисуса Ефесской Церкви». В цикле 10 частей. Он составлен на этих передачах. С ним идет учебное пособие, содержащее греческие слова, их определения. Там есть все, что вы слышите в этих передачах, только в письменной форме, чтобы вы могли следить за учением и расти. Это полезно для изучения лично или в группе, в домашней группе. Рекомендую вам скачать уже сегодня. И вместе с этим циклом мы предлагаем ознакомительную версию книги «Свет во тьме. Семь посланий семи церквям». Посмотрите на эту книгу. Изумительное издание. Новый формат, который мы получили только что. Полноцветная печать, фотографии, иллюстрации. Ранняя церковь буквально оживает прямо на ваших глазах и сходит со страниц книги. Здесь вы найдете ответ на вопросы о гонении, язычестве, о том, как реагировать на враждебное правительство, изменчивое настроение в обществе. И этот том посвящен посланию Христа церквям в Ефесе и Смирне, а также обращению к самому Иоанну, когда тот находился на острове Патмос. Замечательная, интересная, познавательная книга. Она просто чудесна. И, откровенно говоря, при ее написании я решил придать ей именно такой формат, какой понравился бы мне. Если бы я был читателем, я бы хотел, чтобы у меня была такая книга. Я написал книгу с точки зрения читателя. В ней столько откровений. И она вам точно понравится. Она обогатит и изменит вашу жизнь. Рецензию для этой книги написали самые разные люди. Например, человек, который когда-то возглавлял музей в городе Ефесе. И вот что он написал. На полках моей библиотеки множество исторических книг на эту тему. Но ни одна из них не сравнится с этим трудом. Замечательно. Джойс Майер пишет. Рик Реннер оживляет библейский призыв Христа и делает его по-настоящему актуальным для нас. Будьте внимательны, и вы услышите, что Дух говорит сегодняшней церкви. Или вот что написала Кей Артур. Это книга-сокровищница. Я посещала эти древние места и преподавала нам Божье Слово. Однако никогда прежде в мои руки не попадала одна целая книга с таким богатством материала, каким изобилует эта книга. Вот отзыв Боба Яндиана. Качество и содержание этой книги превосходят таковые всех учебников по этой теме, которые я держал в своих руках. Мой друг Джеймс Робисон написал, «На страницах этой книги Рик Реннер раскрывает все богатство библейского вдохновения и исторических истин». Определенно, такой книги у вас еще не было. Она будет для вас благословением, скачайте ее бесплатно. Если вы хотите понять, что же Иисус сказал церкви две тысячи лет назад и что Он по-прежнему говорит церкви, то вам нужна книга «Свет во тьме». Итак, мы предлагаем вам эту ознакомительную версию книги и мой цикл «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Что ж, давайте перейдем к первой главе Откровения. Надеюсь, Библия у вас под рукой. Лучше всего начать с первого стиха. Откровение, первая глава и первый стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Оне, через ангела Своего, рабу Своему Иоанну. Имя Иоан играет большую роль и повторяется трижды, в первом, четвертом и девятом стихах. Начнем с первого упоминания в Откровении 1.1. Стих начинается со слов «Откровение Иисуса Христа». Если вы называли эту книгу «Откровение Иисуса Христа», перестаньте. Эта книга называется не так. Для краткости ее можно называть «Откровение», но никак не книга «Откровение». Подлинное название книги «Откровение Иисуса Христа». Это мы узнаем из первой главы. Иоанн оказался на острове Патмос, и Откровение, данное Иисусом, изумило и крайне впечатлило Иоанна. Это было Откровение, данное лично Иисусом Христом, и поэтому книга называется «Откровение Иисуса Христа». А что означает слово «Откровение»? На греческом языке «Откровение» — это «Апокалупсис». Оно состоит из двух частей. Приставка «апо» означает «от», а «калупсис» — «скрытый», «накрытый». Например, вы накрыли какой-то предмет тканью, покрывалом, и теперь этот предмет вам не виден, потому что этот предмет накрыт. И когда «апо» и «калупсис» соединяются в одном слове, получается слово «апокалупсис», которое означает «снять покрывало и увидеть, что под ним скрывалось». И я прочту из своих заметок. Слово «Откровение» на греческом «апокалупсис» указывает на что-то скрытое, завешенное, но сейчас видное и отчетливо. Это снятие покрывала. Постепенное или внезапное раскрытие, снятие покрывала или шторы, скрывавший вид. Без покрывала то, что некогда было скрыто сейчас явно и предстает в истинном свете. И я хочу привести наглядный пример этого слова «апокалупсис» или «откровение». Недавно я посетил Израиль для съемки таких же передач, как эта. И когда я заселился в гостиницу, разложил вещи, я не раздвинул шторы. Я жил в гостинице больше недели и ни разу не отодвинул шторы, даже не задумывался об этом. И, наконец, в последний день более чем недельного пребывания в этом гостиничном номере, я подумал, «Интересно, а что там за окном?» Я раздвинул шторы, и когда я это сделал, от вида на Старый Иерусалим, из окна моего номера у меня аж дух захватило. Такой вид был всегда. И я мог бы смотреть каждый день, мог бы видеть каждый день. Но шторы оставались задернутыми, и я ничего не видел. И только когда я потянул за струну механизма, и шторы начали раздвигаться, все, что они скрывали, постепенно предстало предо мной в истинном свете. Некогда скрытое теперь открылось моему взору и разуму. Вот значение слова «откровение». Ты видишь то, чего ты раньше не видел. И, вероятно, вы жили в темной комнате, ожидая исцеления, образно говоря, или пребывали во мраке, не зная Божьей воли для своей жизни. И вот к вам обращается Бог. Он словно раздвигает шторы, и вы начинаете видеть, что Божья воля, Божий замысел для вас прекрасны. Вы увидели, что запланировал для вас Бог. Есть исцеление. Внезапно вы увидели то, чего раньше не видели. Вот что такое «откровение». Книга «откровение», 1 глава и 1 стих застают Иоанна на острове Патмос, где его внезапно постигает «откровение» Иисуса Христа. На Патмосе Иоанн увидел Иисуса таким, каким он никогда его прежде не видел. Но ведь он знал Иисуса. Он был рядом с Иисусом. Он хранил воспоминания об Иисусе в сердце и разуме. Он помнил Иисуса, рядом с которым он ходил, рядом с которым он жил. Но в 1 главе Откровения он описывает Иисуса совершенно другим. Это не другой Иисус. Это тот же Иисус. Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки. Но во время земной жизни Христа, в его человечности, никто не мог видеть его в таком обличии, которое отражено в 1 главе Откровения. Скрытое стало видимым благодаря сверхъестественному действию Святого Духа. Святой Дух раздвинул шторы. И когда это произошло, Иоанн внезапно увидел Иисуса совершенно по-новому. Меня это воодушевляет. Иоанну было за 90. Он общался с Иисусом уже не один десяток лет. И сейчас, когда ему за 90, он увидел Иисуса по-новому, получил о нем новое Откровение. Сколько бы лет вы не общались с Господом, в нем всегда будет что-то новое. То, что доселе было неведомо, и Святой Дух раздвинет для вас шторы и покажет вам что-то новое в Иисусе. Обратите внимание, что заканчивается 1 стих главы словами о том, что Бог послал Откровение через ангела своего, рабу своему Иоанну. Отметить, имя Иоанна очень важно. Смотрите. 4 стих. Иоанн. Семи церквям, находящимся в Асии. В 4 стихах имя Иоанна повторяется дважды. А теперь смотрим 9 стих. Откровение, 1 глава, 9 стих. «Я Иоанн». Не просто Иоанн, а «Я». Иоанн. В оригинале здесь стоит слово «эго», которое привлекает внимание к Иоанну. Словно Иоанн вопиет, кричит. «Это я, это правда я, Иоанн». Почему это так важно? Почему было важно повторить имя в 1 стихе, в 4, усиленно категорично подчеркнуто, в 9? Потому что в то время во всей Римской империи христиане подвергались гонениям за веру. Из первых 12 апостолов в живых остался только Иоанн. Его слова в этом послании полны апостольского авторитета. «И весть о том, что он все еще жив, была для христиан радостной». Он пишет «это правда». «Если вам важно знать, что я еще жив, вот, я лично пишу эти слова». Это в 1 стихе. «Я и в 4, чтобы вы убедились до конца, что это я, Иоанн, настоящий апостол Иоанн. Я Иоанн». Смотрите, кем он тебя называет дальше. Это воодушевляет. Он пишет «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Еще раз 9 стих. «Я, Иоанн, брат ваш». В этом месте Иоанн мог бы написать «Я, Иоанн, знаменитейший апостол Иисуса Христа». Это было бы правдой. Он мог бы написать «Я, Иоанн, единственный живой из первых 12 апостолов, прославленный, любимый апостол Иисуса». Он мог бы написать именно так, и был бы совершенно прав. Но Иоанн писал гонимым христианам. Он опустился на их уровень. На тот самый уровень, где находились христиане, к которым он обращался, и написал «Мы с вами братья». Слово «братья» на греческом «адельфос». Это медицинский термин на самом деле, который указывает на двух и более сыновей, которые рождаются от одной матери, из одного чрева. Позднее, в военном деле, так называли братьев по оружию, соратников. Отсюда и возникло понятие «братство». Прежде всего, использовав это слово «брат» — «адельфос», Иоанн пишет «Вы и я, у нас с вами одно человеческое родство». Это также значит, что мы родились от Бога. Мы родственники во Христе. И как братьев по оружию, Иоанн словно обнимает своих читателей и говорит «Вы и я, мы соратники». Мы братья в сражении. Мы воюем вместе. Мы однополчане. Должно быть, это укрепило христиан. Он опускается на их уровень, к ним, в ту яму, в которой они находятся, и говорит «Вы и я, мы братья». В этих жизненных обстоятельствах мы братья. Эту же мысль Иоанн подчеркивает в следующей фразе. «Я, Иоанн, соучастник в скорби». В оригинале слово «соучастник» — «сун кайнонос», которое состоит из приставки «сун», которое означает «присоединение к чему-то», «партнерство с чем-то». Есть основа от слова «кайнония» — разделять что-то общее, иметь взаимность, общность. Вместе эти части составляют слово «сун кайнонос», что означает, слушайте внимательно, «спутник», «компаньон», «партнер», «два и более», «человек», «разделяющий друг с другом один принцип, место, трудности, задания или обстоятельства». Иоанн пишет «вы и я, мы боремся вместе». «Я ваш брат», «соратник», «ваш однополчанин», «имне отрадно, что вы побеждаете». «Мы с вами вместе, мы ведем эту битву вместе, и мы не сдадимся». И далее он пишет «я ваш соучастник». Буквально это означает «вы и я вместе». «И у нас с вами одно сражение». «Испытание, которое перед вами выпало и на мою долю». «Вместе вы и я настоящие соратники». И затем он добавляет «соратники в скорби». Слово «скорбь» — греческое слово «thlypsis». Оно встречается в 9 стихе, а вообще часто в посланиях Павла. Это слово было очень частным в употреблении. «Thlypsis» — «скорбь». Мы прекрасно знаем его значение. Послушайте внимательно. Это слово «thlypsis» или «скорбь» означает «скорбь». Еще можно было бы перевести как «бедствие», «беспокойство». Оно описывает сильное давление, удручающее обстоятельство, удушающее сдавливание, невероятно сильное сжатие, опасное для жизни. Так что же выпало на долю тех христиан? Иоанн пишет «Мы все оказались в невероятно стесняющихся обстоятельствах, опасных для жизни». Христиан преследовали по приказу императора Домициана. Домициан противился христианской вере и убивал христиан. Самого Иоанна отправили в ссылку на остров Патмос, и теперь апостол пишет своим читателям. «Если вам одиноко, и кажется, что вы не справитесь с трудностями, помните, вы боретесь не в одиночку. Я, ваш соратник, в скорби. И если вы задыхаетесь в тисках скорби, знайте, я тоже». А с чем столкнулся Иоанн? К тому времени Иоанну было уже за 90. Он верно следовал за Иисусом и не нарушал никаких законов. Благочестиво и праведно он служил телу Христову всю жизнь. И, судя по всему, однажды в дверь его дома в Ефесе постучали. Узнав о том, что последний из 12 апостолов живет в этом доме, власти распорядились его арестовать. Приказ выдал Домициан. Иоанна этапировали в Рим, где он предстал перед судом самого Домициана. Император потребовал, чтобы Иоанн отрекся от веры. Апостол отказался. Тогда, по приказу Домициана, апостола бросили в котел с кипящим маслом. Римляне назначали такую казнь, когда хотели причинить человеку особенно жестокие муки. Они хотели сварить Иоанна в кипящем масле, но, проведя крюком по котлу, чтобы вытащить тело Иоанна, они вытащили самого Иоанна живым и невредимым. По крайней мере, так пишут раннехристианские историки. И по словам раннехристианских историков, увидев чудесное избавление этого человека, Домициан в диком ужасе закричал, «Уберите его с глаз моих, сошлите его на остров Патмос». Так Иоанна отправили обратно в Ефес, где посадили на корабль и отправили на Патмос. Патмос был ужасен, просто ужасен. Каменистая почва, никакой растительности. На острове был лишь один источник пресной воды, да и тот скудный. На Патмосе Иоанну приходилось защищаться своими силами. У него был только один комплект одежды, еды не было, воды тоже, и жилья не было. Он обыскал весь остров в поисках пристанища и обнаружил пещеру. И эта пещера сохранилась до сего дня. Ее назвали «Пещера Откровения». Она стала местом пребывания апостола Иоанна на Патмосе. И обстоятельства сложились для Иоанна весьма неблагоприятно. Оттуда он писал своим читателям, «Братья, трудно не только вам, не вы одни сталкиваетесь с бедами». «Я тоже. Я оказался в тисках. Есть опасность для моей жизни здесь, в пещере на Патмосе». Но Иоанн не сдался, не оставил надежду, не пал духом. Девятый стих. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа». Представьте себе. Давайте рассмотрим слово «терпение». Слово «терпение» — не самый удачный перевод греческого слова. Лучше сказать «выносливость» Иисуса Христа. В оригинале это слово звучит «хупомене». И вот что оно означает. Я прочту из своих заметок. Слово «хупомене», переведенное здесь как «терпение», значит «оставаться на одном месте», «удерживать позицию», «решительно удерживать завоеванную территорию». В военном деле рисуется образ солдата, которому приказано оставаться на позиции, несмотря на ожесточенное сражение, «самоотверженно обороняться на позиции при любом сопротивлении». Это слово «выносливость», «выдержка». Послушайте, это потрясающе. Слово «терпение» — греческое слово «хупомене». Это внутренняя позиция, требующая терпения, выносливость и выдержки, длительного ожидания на позиции, не позволяющая оставить пост. Ты не просто отдаешься на волю обстоятельств, ты отказываешься останавливаться, несмотря на возможности и уговоры сделать это. Слово рисует образ человека, который, находясь под сильным давлением, отказывается отойти, отказывается сдаться по причине убежденности в том, что ему по праву принадлежит территория, обещание или принцип, на который направлены притязания противника. Еще раз прочту часть этого определения. Внутренняя позиция, требующая терпения, выносливости, выдержки, длительного ожидания на позиции, не позволяющие оставить тот пост и отдаться на волю обстоятельств. Отказ остановиться, несмотря на возможности уговора сделать это. Иоанн пишет, «Это про меня. Мне все равно, что со мной сделает дьявол. Куда он меня зашлет? Пусть я один, живу в пещере на пустынном острове, затерянном в море, я не собираюсь сдаваться, даже думать не буду об этом». Он пишет, «Я пребываю в терпении Иисуса Христа». Это сверхъестественное состояние, и для каждого, кто хочет оставаться верным, есть нужный запас божественной выносливости, с которым человек будет жить и процветать в любых обстоятельствах. Вот как. Это здорово. А дальше, в девятом стихе, Иоанн пишет, «Я был на острове, называемом Патмос». Мне нравится слово «был», греческое «гиномай», которое в данном контексте указывает на нечто совершенно неожиданное. «Я был на острове, называемом Патмос», лучше перевести так, «после череды событий, которые невозможно было предугадать, после череды странных случаев, которые нельзя было предусмотреть, я оказался-таки на острове Патмос». Неожиданно. Что это за события? Сначала Иоанн арестовали за веру. Он этого не ожидал. И уж точно он не ожидал, что его бросят в котел с кипящим маслом, и что он выживет, и затем окажется в ссылке на ужасном острове Патмос. Но он там и оказался. И в 10 стихе пишет, «Я был в духе в день воскресный». Здесь слово «был» на греческом «гиномай» описывает переход из одного состояния в другое. Внезапная, неожиданная смена состояния. Что-то неожиданное, что-то, что застает человека врасплох. Иоанн пишет, «Я вообще этого не ожидал. Я внезапно оказался в другом измерении. Я был в духе». «В духе». Лучше перевести в «духовном мире». Речь не о «святом духе» просто, а о «духовном измерении». Итак, Иоанн живет в пещере, вдали от общества, от мира, но не вдали от Иисуса. В сложнейшие минуты жизни, внезапно, сверхъестественно, он оказывается в другом измерении. Он оказывается в духовном мире, где его находит откровение Иисуса Христа. Неважно, где вы, и что переживаете, вы можете оказаться в духовном мире, где к вам обратится Бог и скажет вам именно то, что вам нужно знать в этот момент. В 10 и 11 стихах Иисус говорит, «Я есть Альфа и Омега, первые и последние. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефесе, в Смирну, в Пергам, в Феотиру, в Сардис, в Филадельфию, и в Лаудикию». Первой в этом списке названа церковь в Ефесе. И с этого мы начнем следующую передачу, продолжим через минуту. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса и Фесской Церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из десяти частей, вы углубитесь в послания, с которыми Иисус обратился к церкви в Ефесе. Церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате МП3. Узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу. Ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия послания Иисуса и Фесской Церкви скачайте их бесплатно на нашем сайте ignc.org Меня зовут Джо Реннер, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров, у нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божью любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру, открывать новые церкви, которые сегодня процветают, посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений, посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом, посещать дома для душевнобольных и делиться с их пациентами свободой во Христе, помогать выпускникам нашей семинарии нести свои знания в мир, служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку. Станьте партнером нашего служения. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт igc.org и сделайте пожертвование онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. В Откровении 1 главе 10-11 стихах Иоанн услышал следующие слова Иисуса. «Я, Езьмальфа и Омега, первые и последние. То, что видишь, напиши в книгу и пошли к церквам, находящимся в Асии». Далее Иисус перечисляет эти церкви в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и Лаудикию. Первой церковью, названной Иисусом, стала церковь в Ефесе. Как сам город Ефес, так и церковь в нем были крупнейшими в регионе. И в следующей передаче мы рассмотрим послание Иисуса Христа к Ефесской Церкви. Оценим значимость этого послания для нас с вами. Будет очень интересно. Вам обязательно нужно посмотреть следующую передачу о послании Христа к Ефесской Церкви. Оно имеет самое прямое отношение и к вам. Я предлагаю вам свой цикл учений «Послание Иисуса Ефесской Церкви» в цикле 10 эпизодов, основанных на этих передачах. Его можно скачать в аудиоформате. К материалу прилагается замечательное учебное пособие, в котором вы найдете все истины и греческие слова с их значениями, озвученными в передачах. Пособие можно использовать для самостоятельного изучения или работы в домашней группе. Мы также предлагаем ознакомительную версию книги «Свет во тьме». Это сокровищница, и в ней много полезных знаний о том, с чем сталкивалась ранняя церковь и как это сегодня связано с нами. Мы церковь живого Бога. Церкви зачастую приходится нелегко, и нам нужно знать, что делать. Скачайте ее на сайте. Давайте помолимся. Отец, благодарим Тебя за возможность общения и размышления над книгой «Откровения». Благодарим за желание открыть нам Иисуса Христа по-новому. И в веры провозглашаем, что получаем это откровение во имя Иисуса. Аминь. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова